всем привет как уже известно из instagram мы залили фундамент под наш гараж если вы не подписаны то подписывайтесь ссылочка будет в описании и сегодня когда уже выставился бетон около трех дней мы будем его шлифовать я еще никогда это не делал взял шлифовальную машину в аренду главное так интересно 2000 рублей стоит сутки но если берешь на двое суток то 1200 2400 всего вышло думаю мало ли что там пока научусь более что круги вот эти вот либо коронки туда идут либо ко мне некий абразив вот такой вот вроде стоит всего по 150 рублей на коронка стоит порядка полутора двух тысяч говорят что ко мне вот эти абразивные тоже ходят очень хорошо мне повезло у меня есть какие-то камни уже на самой мозаичной шлифовальной машине я взял еще и комплект из трех настолько мелкой насколько мог градация там похоже то который сейчас стоит где-то на 80 а которую я взял на 120 есть еще до 200 но к сожалению только под заказ если теперь шлифовали машину можно взять в аренду проблем с этим нет то эти абразивы к ним еще нужно и поискать все я на стройке так что сейчас все покажу попробуем вместе ко мне поместилась великолепно но чтобы ее задрать мы там вдвоем знаешь как тянули и давай попробуем о боже мой хорошо давай туда подальше вот так сейчас еще чуть-чуть есть так выкатываем еще можно даже ножка потом поправлю так теперь наша задача с тобой схватиться не так чтобы не умереть это чертово колесо держал тянем нет я так и будет ехать ну как наш бетон то вот и все разобрал уже до нормалек вот глянь никаких пустот он видно где гидроизоляция как раз четко она прям зашла до из-за монолитела мы с тобой значит делаем чтоб туда мыши не пробрались туда вот к этому пенопласту и сделали там себе подкоп может быть стоит сейчас так загоркнуть да да следующий раз когда будем заливать пилоны у нас все равно останется что-то смотри в принципе ну мы бы так и оставили если бы в принципе им ничего можно было и не делать да есть небольшие вот здесь конечно такие припухлости и вот здесь вот получилось вот как бы это бугорок но мы-то хотим попробовать потренироваться всем рассказать что то такое шлифовальная машина мозаичная как и вообще пользоваться вроде все настроено бетон мы пролили потому что он варит на сухую будет задирать она все равно снимает за первый проход 3 миллиметра до ну чё готовы типа врубил первый раз когда прошел больше вибрации второй раз уже на на по гладкому получше уже красоте хотя еще ничего не сделали толку вот такой вот камень будем сейчас менять обозначение 16 не написано made in russia абразивный завод но они выглядят одинаково то ли камень какой-то с песком да с металлом крепкий но разбить можно как брусок сточили да смотри-ка насколько она сточилась нужно обозначение не здесь рисовать а где-нибудь уж ну или на внутренней стороне или хотя бы сбоку в море разницы по моему когда я брал ровно половина она и была такая ну может там чуть-чуть ну как за один проход то долбануло мы много снимаем да ладно просто у нас и бетон хороший б-25 на граните это нонсенс обычно дай бог 150 будет на известняке дай бог что там известняк а не какой-нибудь шлак давай время да еще суда говорит коронку можно одеть на коронка она если камень один стоит порядка там ста тридцати пяти 150 рублей то коронка полторы две тысячи да 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 типа алмазные вчера смотрел фильм знаешь история прям как про супермена не было детей у одной пары потом они ехали ехали нашли как упал в поле там где-то в лесу космический корабль там ребенок оказался мальчик и они его забрали усыновили и растили и в 12 лет он ощутил в себе силу но он стал плохим то есть он использовал свою вот эту быстроту супер силу для того чтобы калечить и убивать людей то есть то о чем лекс лутер всегда и говорила боялся то что нельзя контролировать то есть него невозможно убить даже из обычного ружья только получается его корабль мог ему причинить вред мать это попыталась потом в конце его проткнуть но он подлетел до небес и потом сбросил ее и потом показали что он и самолет разбил дом какой-то разрушил то есть бессмертный такой интересный фильм что если действительно супермен был бы плохим нам-то показывали что его воспитывали о том что нельзя использовать свою силу да надо всем помогать он получается мог быть совершенно по-другому осмыслить нет там кровища показывают гарри гарри ясно почему так назвали не знаю возможно возможно это наш перевод такой дурацкий проверка шершавый вроде как меньше да вот прям чувствую шершавый а здесь тоньше значит все ура будет до после обеда пошли обедать я думаю светлосерый но темнее чем обычно это и 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 Субтитры создавал DimaTorzok